Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Если вы хотите получить богатый урожай овощей, а именно томатов, в следующем сезоне, то сейчас самое время начинать подготавливать свой грунт. Я уже снимала видео, что пора готовить грунт, говорила там про составляющие, всякие перегной и торф, и листовой перегной, всё-всё-всё. Но составов бывает очень много, но неизменным компонентом для приготовления грунта для рассады является дерновая земля. Она везде указана, в тех составах, где есть торф и перегной, где нет. Обязательно дерновая земля это основной компонент, больше или меньше его будет, это по-разному. Я сейчас вам покажу, где взять дерновую землю и что это вообще. Вот вся наша земля, вот так вот, вы приезжаете, когда в лес или за город, покрыта вот этим зелёным дерном. Тут годами, десятилетиями и даже столетиями складывается вот это вот всё. Верхний слой дерна вот так вырезается, поднимается. И вот эта земля, которая самый плодородный слой, верхний, сантиметров, ну 5-10 в разных регионах по-разному. Это и есть дерновая земля. Конечно, вот этот пласт нужно вырезать побольше, я вам просто в принципе показала. Это мы просто сейчас приехали в лес за грибами и предоставилась такая возможность показать вам, как и где взять дерновую землю. Если вы истинный огородник, если вы хотите иметь здоровую рассаду, если вы хотите иметь богатые урожаи, выезжая куда-то на пикник, на отдых, за грибами, всегда берите с собой какие-то мешочки, какие-то вот эти вот, пожалуйста, набрали земельки, привезли, в следующий раз набрали листового перегноя. Вот эта вот дерновая земля, это самая чистая, самая плодородная, это плодородный верхний слой нашей земли, чёрной. Тут нет никаких заболеваний, которые в огороде у наших растений. Набрав её, вы своим растениям дадите, тут собрано всё, тут все и микро, и макроэлементы. Короче, это земля, на которой никто ещё ничего не садил, которая не высосана, не истощена. Тут всё есть, пожалуйста. Вот эту вот дерновую землю, листовой перегной, там какой-то животный перегной, всё составите, и будет для вашей рассады прекрасная такая почва, среда для хорошего, здорового роста. Потом назад поедем, я там видела ещё стадо коровьи. Я вам покажу самый-самый хороший элемент удобрения, это коровьи лепёшки. Мимо коровьих лепёшек тоже мимо не проезжайте, всё в мешочек складывайте. Нормальному человеку это кажется странно, даже может быть очень странно. Но истинный настоящий огородник никогда не пройдёт мимо сухой коровьи лепёшки. Потому что он знает, что это лучшее удобрение для наших растений. Азот содержащий, вот этот настой коровяка, будете поливать потом огурцы, будете что-то там понкарливать, другие овощи. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это ещё одно видео о подготовке грунта для рассады на следующий сезон. Сейчас я рассказывала, где можно найти дерновую землю, как её взять. Потом вот так положите назад этот кусочек дерна, он прирастёт. И ничего страшного, с экосистемой земли нашей не будет. Всё, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok